Маленькие ножки научились уверенно ходить не так давно, а уже гордо шагают по татами на спортивный парад. В школьных тетрадях пишут еще не смело, но уже уверенно завязывают пояс на дзюдоге. 80 малышей 7-8 лет впервые ощутили вкус борьбы, почувствовали себя настоящими спортсменами. Традиционный новогодний турнир по дзюдо, общей физподготовке, прошел в дни новогодних каникул Дю Суша номер 4. Спортсменов поздравил депутат законодательного собрания Края Николай Иванюшкин и директор Дю Суша номер 4 Расим Аскеров. Почетными гостями стали кадеты-дзюдоисты из Донецка. Совместную тенрушную сбору проводим. Они здесь сидят и проживают, и питаются, и здесь с нами тенруются. Сегодня также хотели, чтобы они тоже почувствовали праздник, приглашили их как почетную гостью, подготовили им каждому подарок от Деда Мороза, от школы, от нас. Они ощутили настоящий праздник. Главная цель сборов – повысить мастерство. Побороться со всеми, научиться чему-то новому. Планы – поучаствовать на больших соревнованиях, чемпионат мира, отобраться. Гости из Украины ждали новогодние подарки и теплый прием. Нас очень хорошо приняли, хорошо поселили, кормят. В Бразилии были, и в Канаде были, и во Франции были. Видим, хорошо, но здесь больше душевной теплоты. Заслуженный тренер Украины под дзюдо, семикратный призер СССР Евгений Подолякин поделился своими секретами воспитания спортивных звезд. Каждый тренер – это индивидуален, как его спортсмены. У каждого тренера есть свое хобби. Где-то он преимущественно отдает приемам борьбы лежа, борьбы в токе, удушающим, болевым приемам, удержания. Я люблю больше ребят больших, хотя сам маленький боролся в 62 килограмма. А люблю, вот у меня воспитанник есть, участник Олимпийских игр в Сиднее, у него 200 килограмм. Неожиданные гости соревнований – Дед Мороз и Снегурочка. Юные спортсмены согрели ледяных гостей улыбками и непосредственной детской радостью. Праздник – это вне возраста. Дед Мороз приготовил всем сладкие подарки. А финалистам турнира еще предстояло сразиться за свои первые медали, с которых улыбался новогодний волшебник. Матвей Сергеенко уверен в своей победе. «Были такие, которые проигрывали за ошибки, те, например, делают быстро, а не качественно, а делают, ну, не были те, которые качественно делают, но медленно, и из-за этого они проигрывали. А ты как делал? Ну, качественно и быстро. Ну, а ты где-то Мороз заберешь? И где-то есть». Ребята вытягивали билеты, выполняли упражнения по физподготовке. Соревноваться в борьбе малышам пока еще рано, но все эти упражнения помогут им в будущем стать отличными спортсменами. В прошлом году воспитанникам ДЮС США номер 4 присвоено 349 спортивно-массовых разрядов. На российских и международных соревнованиях ученики спортивной школы завоевали 88 медалей, из которых 41 высшей пробы. 24 спортсмена входят в состав сборной страны. Малышам есть на кого равняться. Первая победа станет для них первой игрушкой на елке спортивных достижений.